Последнее время выходит очень мало по-настоящему качественных RTS игр, а если брать какие-то дорогие ААА проекты, так их и вовсе практически нет. Ну, разве что компанию Heroes 3, которую мы ожидаем этой осенью в ноябре. Но ведь есть еще огромный сегмент инди-стратегий, правда даже в стиме их просто сотни тысячи и очень сложно найти что-то хорошее из всего этого списка. И я решил сделать это за вас. Я отобрал 5, на мой взгляд, самых интересных инди-проектов, которые выйдут либо в следующие полгода, либо в начале 2023 года. Я покажу вам топ 5 уникальных стратегий, которые удивят вас своим геймплеем, либо же уникальной идеей. Поехали! Ну а начнем мы с малозначительной, но все-таки интересной идеи. Городострительные игры как будто бы становятся все более и более актуальными, и вот нам даже завезли такую стратежку в сеттинге киберпанка. Здесь мы будем строить киберпанковские города на разных планетах, а также защищать их от разных погодных условий и от других врагов. Подробностей про игру пока маловато, но это явно один из самых необычных сеттингов для такого жанра. По количеству потенциального контента игра может обходить очень многие проекты, это может быть вообще самая масштабная градостроительная игра, которая нам известна. Однако впечатления от трейлера остаются весьма спорные. Визуал лично мне не показался притягательным, и игра больше походит на что-то для мобилок. Граждане и защитники кибергорода больше похожи на смешных персонажей Симса или Сим-Сити, да и пока не совсем ясно, как будут строиться основные механики проекта. Но посмотреть за ним стоит, ибо стратегий в киберпанке было крайне мало. На четвертое место я бы поставил стратегию под названием Broken Arrow. Это смесь варгейма и РТС про войну в реальном мире. С первого взгляда она напоминает тот самый Варгеймер и Дрэгон или новенькую Варна. Но в отличие от этих двух, Broken Arrow делает фокус не на холодную войну, а на столкновения России и США в современности. За каждую из двух сторон конфликта будет доступно множество юнитов. Самолеты, вертолеты, БТР, артиллерии, зенитки, танки и так далее. Всего юнитов планируется сделать около 100 штук и будут даже представлены образцы самой современной техники, такие как российский танк Т-14 Армата или последней версии танка Абрамс. При этом игра выглядит очень красочной и высокотехнологичной. Вес ее будет около 40 гигабайт, что вполне означает отличную графику и хорошие текстуры. Как и Варгеймы в подобных играх, перед стартом матча вы будете сдавать колоду с вашими юнитами, которые можно будет взять в бой и использовать на протяжении следующего матча. При этом разработчики обещают детальную кастомизацию техники и даже отрядов пехоты. Так можно будет менять и улучшать различные модули на авиации и технике, от защитных систем до главного оружия. А элитным отделением пехоты можно будет выдавать большой набор вооружения. Дроны поддержки, взрывчатка, тепловизоры и вообще многое другое. Кстати, игру, судя по всему, разрабатывает русскоязычная компания под названием Steel Balalike Games. И с показами этих минусов не самый красивый интерфейс в игре, а также вопросы графики. Потому что показанный альфе судить сложно, насколько действительно реально это будет серьезный конкурент для Варгейма. Но, как говорится, поживем увидим. Думаю, что если это добавить в список желаемого тем, кто любит разнообразные игры вроде Варна или Варгейма. То есть именно в таком вот сеттинге очень реалистичной войны. А на третьем месте расположилась игра под названием Ork Warchief Strategy City Builder. В этом уникальном градострельном симуляторе вы становитесь альфа-орком, главой своего племени, который должен вести зеленокожих к победе. А дело в том, что орков долгое время в этой вселенной истребляли люди. И теперь вот настал час восстановить былое могущество орчей империи. Данная игра больше всего подходит именно под категорию градострельного симулятора, несмотря на то, что здесь будет какая-никакая боевая система. Вы добываете различные ресурсы и увеличиваете свое поселение. Это вот главная часть геймплея. Но, чтобы расширить свой орочий авторитет и иметь больше поселенцев и власти, вам нужно также будет нападать на деревни людей и грабить караваны. Так вы привлечете больше бойцов на вашу сторону. В конечном итоге с ростом вашего поселения вы будете привлекать все больше внимания со стороны людей и вам еще придется обороняться от их атак. Сложно сказать что-либо про глубину механик или особенности геймплея данной игры, поскольку про нее пока известно очень мало. Ясно лишь то, что у нас будет несколько типов ресурсов, ветка технологий, а также поклонения богам ради различных бонусных эффектов. Мы будем тренировать наших воинов и контролировать страхометр. Это такой индекс внимания со стороны людей. Но во в целом, как идея, выглядит все даже здорово и необычно, ибо вот таких градострительных симуляторов с подобным акцентом на орков или какую-то другую нечеловеческую расу было очень мало. Но с другой стороны, пока вообще не совсем ясно, как все это дело дойдет до релиза. Поэтому просто рекомендую обратить внимание и держать руку на пульсе. Можно даже добавить ваш виш-лист в стиме. На второе место я поставил одну из самых роскошных инди-стратегий, которая ждет нас в ближайшем будущем. В этой средневековой стратегии сочетается градостроительный симулятор и крупномасштабные тактические сражения. Звучит как очень-очень интересная версия знаменитого Stronghold, которую еще и решили углубить по всем направлениям и улучшить везде, где это только возможно. Строительная механика основана на возведении реальных средневековых городов и деревень, где основные торговые маршруты и ландшафт сильно влияли на процесс формирования и развития поселения. И Майнер Лорс вообще стремится предоставить игроку не только какую-то градостроительную стратегию, но также и опыт реальных сражений с большими разнообразными отрядами, боевым духом солдат, тактикой и даже усталостью воинов, погодой и снаряжением. Все это будет в игре и все это очень лично мне напоминает Total War, который, как известно, является очень хорошей стратегией и с очень-очень классными тактическими боями. И таким образом у нас получается очень интересная смесь. С одной стороны строительство и жизнь атмосферной средневековой деревни или города с особым вниманием к деталям. Нам обещают даже смену сезонов, эпидемии болезней и многое другое. Но при этом, с другой стороны, есть еще и продуманная система сражений с кучей показателей или даже свойств для каждого юнита. Все это вместе выглядит очень круто и интересно, даже с точки зрения визуала. И вроде как подходит довольно широкому сегменту игроков. И тем, кто любит просто строить, и тем, кому больше нравится воевать. Но есть одна страшная беда. По описанию на страничке в стиме сказано, что игрой занимается один единственный человек. Что немного ставит под сомнение амбициозность данного проекта. Получится ли у него вообще все реализовать и, конечно же, в какие сроки. Но давайте в него верить. Ведь в игровой индустрии есть примеры шедевров, созданных одним человеком. Как та же Стардио Уоллой, например. Я точно буду следить за развитием данного проекта. И для меня это топ-1 стратегия, которую я ожидаю в данный момент. Но есть еще одна игра, которая тоже делит топ-1 моим сердечком. И сюда я поставил Rattenreich. Сейчас это вообще, наверное, самая ожидаемая инди-стратегия. Которая может потягаться даже с более крупными представителями этого жанра. Сама игра выходит уже в сентябре этого года. И представляет из себя тактическую РТС. Что-то в сеттинге Первой мировой войны. Подробнее об этой игре я рассказывал еще в своем прошлом ролике. Посмотреть можно по подсказке. Но если пройтись еще раз кратенько, то вы будете командовать одной из антропоморфных фракций в борьбе на реальной войне. Которая максимально похожа либо на Первую мировую, либо на период между двумя мировыми войнами. Управляя отрядами, например, вооруженных крыс, мы будем осторожно защищать поле боя, скажем, от тараканов. Это тоже такая фракция в игре. Или от республики мышей. Игра, скорее всего, понравится тем, кто любит различные тактические стратегии по Второй мировой войне. Вроде той же Company of Heroes. Но она, скорее, похожа больше даже на вторую врага. Здесь есть также система управления в прямом контроле. Правда, от первого лица. И выглядит это в трейлере очень круто. Еще имеется инвентарь бойца. А также множество деталей к управлению вашими юнитами. Такими, как система укрытия, например. Помимо всего прочего, в игре будет разрушаемость, кастомизация техники и неплохое разнообразие юнитов. Ну и самое классное. В игре при этом весьма качественная графика и хороший звук для инди проекта. Единственное мое опасение, успеют ли разработчики реализовать весь потенциал своего проекта до релиза. Ведь идей и сложных механик много, а времени до выпуска стратегии уже очень мало. Но это однозначно та инди игра, за которой вы должны следить в первую очередь. И, возможно, даже купить уже совсем скоро. Если вам понравился мой топ, не забудьте поставить лайк, а также написать, что лично вы ждете в ближайшее время. На сегодня все. С вами был Bassett. Желаем всего хорошего. Всем пока и до новых встреч.